Домашняя типография Какова его форма И как появилась идея его создать Домашнее издательство, а не домашняя типография Рассказывай, как это Как-то раз мы с Сашей гуляли вечером По вечернему Крыму, когда темное небо Звезды, и я рассказала, что есть у меня такая мечта Я обожаю читать Читаю себя, вот сколько помню В любых положениях, в любых местах И мне еще дополнительно Всегда очень нравились дневники Я вела дневники И к сегодняшнему моменту я могу сказать Что я веду дневники без перерыва уже 20 лет с лишним Это страшно звучит А я чемодан с ними таскаю уже 20 лет Со всеми нашими переездами И я всегда думала о том, что было бы Очень здорово объединить книгу И место, где можно было бы Писать свои открытия, выполнять какие-то упражнения Я не могу писать в книге И есть книги с упражнениями Но, как правило, когда люди читают такие книги Они либо доходят до упражнения, думают Я тогда потом его сделаю Откладывают книгу и никогда к ней не возвращаются Либо они проскакивают через это упражнение Думаю, я когда-нибудь к нему вернусь И опять же, никогда к нему не возвращаются И я подумала, что надо это объединить Надо найти очень классных авторов Которые несут очень светлые идеи Взять чуть-чуть теории И оставить место для практик И из этого родилась концепция Вот таких вот рабочих тетрадей для взрослых Где человек через разные умы Отталкиваясь от разных идей Может делать открытие про себя Про самого драгоценного человека Так появились наши блокноты для взрослых людей Которые рассчитаны на год Куда мы приглашаем разных авторов Вместе с ними эти блокноты делаем И вот уже пятый год Саша меня очень поддержал в этой моей мечте Он у нас просто придумывает Как это все будет выглядеть Вот все вот эти деревянные коробочки Как это все будет упаковано То есть вот вся производственная сторона на Саше И вот без его поддержки этого бы всего не было А я придумываю, что будет внутри То есть это дневники довольно серьезные В которых взрослые могут делать Какие-то собственные философские открытия Не тот дневник, который ведет Девочка-школьница Рассказывая о своих воздыхателях Первой любви и так далее Вы уже сказали, что увлечены чтением С самого детства Сами какие книги вы любите читать? Что вас больше привлекает в литературе? И биографии И истории великих людей Как они начинали Как они это создавали Как их воспитывали дети Их родители, как их воспитывали Как они пришли к этому всему То есть мне очень нравится Та трансформация, которая внутри этого человека происходила Реального персонажа существующего То есть это не вымышленный какой-то герой А именно реальная история реального человека И его реальная трансформация Из точки А в точку Б И здесь я бы еще хотел немножко добавить Что дневник, наверное, это может не самое точное Самое точное, что мы смогли найти в русском, даже не в русском языке Это именно рабочая тетрадь Вот именно рабочая тетрадь Или воркбук То есть рабочая книга какая-то для взрослых людей Потому что в детстве все знают, что рабочая тетрадь существует В образовательном процессе Но почему-то взрослые этим инструментом не пользуются И вот он родился скорее из потребности Такой внутренней У самой потребности появилось Что это не могло его удовлетворить Найти ничего И взяла Был очень интересный процесс Когда мы это придумали Получается, что мы приходили к классным авторам И предлагали им принять участие в том, чего еще не было Никогда Мы приходили к разным людям И говорили Слушай, ну посоветуй Мы такую штуку придумали Как ее продвигать? Человек Беседовали с человеком, который в Яндексе выстраивал систему продвижения Он говорит Слушайте, я не знаю Вы вообще придумали какой-то новый рынок Теперь сами придумываете Как это все продвигать? Ну вот раз в пятый год уже продвигаем Значит, как-то у нас это получается А вы говорите, что представляется домашняя типография Это не совсем так Есть производства, с которыми мы сотрудничаем На одном нам вот вырезают, там красят, собирают коробочки На другом нам печатают блокноты Но при этом у нас есть и для внутри этих блокнотов Например, в каждом есть письмо А на письме стоит вот такой штампик И первый, вот когда у нас был набор Мы предложили нашему старшему сыну Поработать вместе с нами И предложили им ставить вот эти штампики И это был прям серьезный бизнес-процесс Ну согласись, да Мы сделали предложение Мы сказали Слушай, ну вот поставишь штампик, получится аккуратно Вот заработаешь столько Ты если брак, придется вычесть В общем, вот А потом у нас еще были ежедневники Такие ежедневники-конструкторы Когда ты в обложку можешь вложить любое наполнение Которое мы предлагаем И вот у меня мужики сидели, собирали эти обложки То есть очень много в этом и наших рук, и детских рук всегда есть Но все-таки это не типография, не печатный дом А именно издательство Очень интересно заглянуть внутрь Какова форма? Вот дневник, там какие-то мысли Чьи-то мысли, тех людей, к которым вы обращаетесь, да? И есть пустые страницы, потому что дневник подразумевает то, что можно записать что-то свое, да? То есть одна страничка с текстом, другая страничка пустая Оно чередуется В некоторых блокнотах, особенно в блокнотах, которые посвящены, например, планированию Или каким-нибудь новым, да, подходом к распределению времени Там бывает, что есть такой бланк на каждый день И вот его заполняет, и ты приходишь к каким-то открытиям Бывает, что мы ведем дневник к эмоциональному состоянию, например И тогда тоже каждый день ты наблюдаешь, а какое у тебя настроение, а что на твое состояние повлияло И что там еще, что-что с тобой происходит Есть блокнот, где мы исследуем доброту к себе и вообще добрые к себе отношения Потому что мы не привыкли с собой, ну, как-то ласково разговаривать, да? Больше там этот вылезает внутренний критик или какой-нибудь синдром самозванца Который говорит, да ну, у тебя не получится Вот, а тут как раз такие блокноты, которые убеждают в том, что у тебя все получится Давай мы посмотрим, в чем ты сегодня молодец А почему ты сегодня пупсика, что у тебя сегодня хорошо получилось Поэтому они очень разные Но в целом, да, есть кусочек текста И есть либо сильные вопросы, либо какие-то незавершенные предложения Либо предложение заполнить какие-то списки Ну, не обычные, не список покупок, да? А какой-то список, который позволит тебе узнать получше вот себя И понять, что тебе важно И получается именно блокнот создает безопасную среду, что очень важно То есть когда даже ты работаешь с психологом, с тренером, с коучем С каким-то, так или иначе, другой человек, да? И ты можешь быть недостаточно расположен к нему, чтобы истинно поговорить С самим собой на свои темы А блокнот, он не торопит тебя Он в твоем режиме позволяет в комфортной тебе безопасной среде решить эти вопросы Наедине, просто с ним, а не с человеком И решить вопросы психологической разгрузки, так скажем, да? Не без этого Вы довольно часто ездите по стране Ну, я думаю, что ездили, пока мы все тут остановились из-за пандемии В очередной раз общаетесь со многими людьми В качестве кого вы, на какие темы? Давай У нас основной путешественник по деловой части Оля А я, да, скорее по семейной И по развлекательной Ну, я несу вообще в мир мысль о том, что письменные практики Это шикарный инструмент для того, чтобы наводить порядок в своей голове Это действительно как психотерапевт, который всегда у тебя под рукой Он работать может в выходные дни, он может работать ночью, да? И он работает бесплатно, если это просто ручка и бумага, да? И ты можешь всегда соединить, получается, ум, чувство и тело через руку И понять, что у тебя там происходит Множество есть исследований Недавно буквально вышла статья Я читала о том, что рекомендуют детям как можно больше писать Потому что это как раз внимательность, фокус и лучшее запоминание Я читала тоже исследование одно и с ним ездила, выступала, рассказывала Ребят, вы знаете, вот сколько мыслей проносятся через нашу голову в течение дня? Есть вообще хоть какое-то предположение, сколько их там? Цифра, это вопрос Цифра, да Огромнейшее количество Зависит, конечно, от человека, от того, насколько любят работы всего головной мозг Ну, в среднем ученые прямо подсчитали Выяснили, что от 65 до 80 тысяч мыслей проносятся в нашей голове И это получается 2,5-3 тысячи мыслей в час И если это все никуда не выплескивать, если это не проговаривать Но опять же, если я начну это все выговаривать, например, в Сашу Мне кажется, что... Я прикрываюсь блокнотом такой этот момент с ручкой Вот, и я езжу и рассказываю о том, что, ребят, вот письменные практики Шикарный инструмент, он очень простой, он всегда доступный И вы с помощью него можете и в себе лучше разобраться Заметить, на какие грабли вы наступаете из раза в раз Или наоборот, заметить, как вы выросли Вот я сейчас могу узнать, о чем я думала 15 лет назад, представляете? С точностью, потому что я открою дневник и прочитаю, что у меня там написано А здесь еще классно не только то, что ты, например, вообще, когда пишешь Ты моторику, да, мозг стимулируешь и так далее На уровне мысли, когда проходит что-то у тебя Оно очень абстрактно и размыто Когда начинаешь разговаривать с людьми, вербализовывать Ты начинаешь эту мысль оформлять, и она становится для тебя понятней А когда пишешь, это уже третий этап детализации, да, то есть когда пишешь сообщение Голосовые сейчас сообщения, да, потому что лень писать Это надо сформулировать, что-то надо убрать и так далее Ты наговорил-наговорил 10 секунд, там разбирайся с информацией сама А если пишешь, тебе нужно подумать каждое слово, как написать Это правильно или неправильно, да, то есть выстроить, логически оформить свою мысль Это очень полезная практика именно в формате писания Лень писать вы сейчас произнесли Эту фразу, на самом деле, это очень необычно уже для нашего времени Сейчас нас послушают молодежь и скажут Да ну что вы, брать ручку, писать что-то Ну для начала, ручка это... Прошлый век вообще Как любит говорить Саша Давай, Саша, скажи свою любимую фразу Есть что-то модное А что-то вечное Что-то модное, что-то вечное Слушайте, даже самый простой прием, простейший Если вдруг вы тревожитесь, вы волнуетесь, что-то не то на душе Бывает заснуть сложно, да, от мысли в голове И, скажем, там, торчать в этот момент в Инстаграме или там на Фейсбуке Или что-то смотреть Как будто еще хуже становится Вот бывает такое состояние Вы возьмите ручку, возьмите бумагу И начните писать, не просто писать, а печатными буквами И это настолько фокусирует и замедляет И настолько можно с собой вот в этот момент искренне поговорить И становится легче Ты эту мысль отпускаешь И она тебя тоже отпускает в этот момент Это магия, но это простая бытовая магия, которая работает Ручка бумаги От точки зрения молодежи, кстати, мне кажется, знаешь, какую можно параллель провести Вот просто предложить кому-то из молодых Покопаться в бабушкином шкафу и найти какое-нибудь письмо деда И просто прочитать какое-нибудь одно письмо деда бабушке И просто понять, сколько в нем всего передано И, например, да, вот сейчас же все сядут ВКонтакте Вы просто пролистайте свою там ленту сообщений Там лет на 10 Или ну сколько у вас есть, там, 5 лет назад, да И прочтите какое-нибудь сообщение Какому-нибудь любимому человеку там Скажет, и столько было этих сообщений Лень листать, рука устала Да, но вот именно заставить, понимаете, попробуйте этот эксперимент провести Вот возьмите, найдите и прочитайте какое-нибудь теплое сообщение Которое вы кому-то написали своему любимому лет 5 назад Насколько это ценно для вас будет Что вы это прочитали спустя 5 лет Так вот, то, что вы сделаете сегодня Это создаст вот это ценное завтра Поэтому вот это вот письмо, что в этом блокнотике, что в любой простой тетрадке Это безумно ценное то, на что ты встанешь И через 5 лет будешь в другом месте И это на самом деле очень интересно и очень здорово Ребята, вы многодетная семья Стоит об этом сказать И ваши дети сейчас, пока мы тут беседуем Где-то бегают у нас по студию Расскажите о том, как вам удается совмещать Ваши занятия, ваш бизнес Потом появился второй, после него был третий А вот третий, четвертый подошел Это примерно как принтер работает Примерно как серых, я бы сказала Они очень похожи Как совмещать? Да, как удается совмещать воспитание детей И множество всяких дел, которые связаны с вашими занятиями Мы чуть-чуть немножко нетрадиционные Мы на домашнее воспитание Обучение Воспитание, обучение Мы на всем домашнем Нам очень важно было, знаете, издательство домашнее и дети домашние Нам было очень важно Как можно меньше зависеть от той системы Которая сейчас создана вообще в обществе Для чего? Чтобы у нас была возможность любого маневра Который мы захотим осуществить Либо поехать куда-то тогда, когда я хочу поехать Это дает огромные плюсы Если говорить про программу образовательную Я бы хотел, чтобы мои дети учили то Что я считаю нужным знать А то, чего не должно быть Я бы не хотел, чтобы к ним попадало Мне важно, чтобы круг общения у детей Был не как данность Вот что тебе дали, куда тебя посадили В этом ты существуешь А чтобы ты мог выбирать людей С какими людьми Потому что это банка с солеными огурцами Если туда свежий огурчик положил Ты станешь соленым Мне очень важно это окружение И очень важно, чем ты занимаешься Поэтому максимально стараемся детей интегрировать Во все наши живые, настоящие задачи и вопросы Ту же самую математику Они решают не на уровне примеров Потому что как-то купил ему книжку Я список примеров Он говорит, ну зачем? Я не понимаю, зачем я должен сидеть и решать эти примеры То есть цель-то какая? В итоге мы начали их погружать в нашу жизнь И вот те же самые конверты Вот и пригодилась математика У нас задача какая? Нам нужно нанести такое-то изображение Столько-то конвертов Вложить, столько-то листов Напечатать, сколько краски уйдет Сколько чернил нужно закупить Сколько оттисков ты сделаешь Сколько конвертов ты испортишь Сколько не испортишь А процентное соотношение Сколько ты потерял конвертов Сколько получилось и так далее И он начал понимать, зачем математика Потому что там были живые его деньги И вот они вместе Они даже То есть они изучали, например, конвейер Рождая его самостоятельно То есть они не просто прочитали Где-то или рассказал педагог Что такое конвейер Не о, классно Я теперь знаю, что это такое На вопрос конвейер это Я смогу дать ответ Нет, они его рождали сами Они устраивали Вот из себя паровозики Если надо переносить эти коробки Допустим, у нас склад куда-нибудь переезжает Они тоже выстраиваются И думают, каким образом эффективнее И быстрее И с меньшими потерями труда Перенести эти коробки Поэтому они полностью включены в этот процесс И в дороге И в любом месте, где мы ни оказались Они могут подключиться И у нас остается совсем немного времени В завершении о новых проектах О том, что еще планируете воплотить в жизнь Что хотите придумать В рамках издательства? В рамках издательства Просто у нас не только проект Если есть что-то еще интересное И я на самом деле хотел бы с этим к вам прийти Но чуть попозже Отдельно сформулировано Но есть и по издательству Задумка Поделишься? Я такой, знаете, очень пока намек Я до сих пор Да, я до сих пор Переписываюсь Вот именно в бумажных письмах Со своей сестрой, например Она живет в другом городе И мы друг другу пишем письма И дети Я прошу папу и маму писать нам письма Наши дети пишут письма Нашим бабушкам, да И дедушкам своим И следующий проект Он будет связан как раз с тем А как сохранить память О близком, дорогом, взрослом, старшем себе человеке Да Как ее сохранить и сделать так Чтобы твой взрослый человек С удовольствием рассказал о себе Потому что вот Моя бабушка, например Она написала книгу Про то, как она проходила войну Про свое детство Про все Но это настолько был большой труд И теперь бабушки нет А книга есть И мы всегда можем к ней прикоснуться и вспомнить Это большой труд Его не каждый сможет Не каждый сможет И я вот уже закидываю все удочки И маме закидываю И папе Папа пишет небольшие рассказы Мама пока не очень на это идет Но мне кажется, что я придумала такую форму Когда вот взрослые с удовольствием расскажут о себе И потом эта память сохранится у детей И я очень надеюсь, что мы к Новому году успеем это сделать Так что Я думаю, через месяц Оставайтесь с нами И все мы вам расскажем Спасибо вам, ребята, огромное Обязательно пригласим вас еще И уже более подробно расскажем О новой задумке О новом проекте Самое главное, чтобы все осуществилось А нашим зрителям напомню Что сегодня у нас в гостях Были основатели домашнего издательства Скребейка Ольга и Александр Скребейка Мы благодарим вас за внимание Берегите себя Всего доброго Спасибо Всего доброго Спасибо